друзья что хотел сказать а тут так получилось что я пытался сделать видео трансляцию в фейсбуке но из-за того что связь не очень хорошая то и качество было не очень и звук прервался я надеюсь что эта запись будет значительно лучше в общем меня немножечко конечно смутила сегодняшняя ситуация с этим вирусом которые непонятно каким причинам короновали и возвели в такой особый статус наверно потому что я попал в такую ситуацию что я собирался сделать миссионерскую поездку но из-за вот всех этих ситуаций чрезвычайных которые объявили очень многие страны почему-то америку внесли тоже в состав неблагоприятных стран откуда может прийти какая-то зараза вот мне приходится возвращаться вот я буквально несколько дней побыл в богате колумбии мне приходится возвращаться вот его это реально очень печально вот и вот эти объяснение вообще не понимаю как бы мочи руки плохо мыли до этого или редко то есть что за абсурдные какие-то предложения идут еще что-то да вот и уж тем более не американцам говорить которые вообще такие чистюля что что не каждый день моются там все остальное вот не берем по причине скупать туалетной бумагой в частности то есть наверное страх загоняет людей настолько в какие-то тупики что они готовы просто как бы сидеть дома и чего-то там пережидать вот и поэтому у меня возникло несколько мыслей и одна из них так как мы люди верующие вот она очень глубоко уходит в историю вообще веры и в частности и человечество в целом а вот эта ситуация с мавилонской башни вот и помните что на самом деле был один язык вот это сейчас лирическое отступление мы как бы очень часто говорим о нашей национальной принадлежности о каких-то языках вот возводим их опять же в какие-то ранги вот что мы делаем мы дополнительно разделяем сами себя вот суть разделение языкового было не от хорошей жизни а из-за того что мы с вами возгорделись то что мы хотели идти против бога и то что сегодня происходит с вот всей этой ситуации это не что иное как снова а попытка разделить нас не просто разделить а настолько отделить друг от друга что даже в одной стране вот в колумбии например нельзя собираться больше 500 человек вот очень многие церкви из-за этого должны перестраивать свои значит служение все остальное может быть это и хорошо я не знаю особенно для церкви то есть они наверно сейчас перестроят какие-то вещи для того чтобы значит может быть быть более эффективными может быть и детстве от господа я не знаю но кое-какие вещи меня немножечко смущают вот и почему сразу все страны мира все президент все правительство так активненько как бы взяли за это дело и возводит в ранг эту ситуацию хотя на самом деле по статистике и от алкоголя и наркомании и других бед в их странах умирает значительно больше людей и они не просто как сказать может быть даже покрывают или покровительствовать эти вещи и не всегда достаточно полноценно реагируют на эти вещи но еще и делают на этом бизнес продавая там алкоголь там табак все что убивает человека это не является какой-то причиной проблемой еще чего-то а вот появилась вдруг какая-то чепуха из-за которой нужно весь мир привести в состояние парализации вот состояние страха панического я этого не понимаю друзья я этого не понимаю то есть например я вижу что по многим причинам остановились очень многие моменты и в частности в жизни и работе церкви я это тоже воспринимаю как не очень хороший сигнал не очень хороший знак много очень миссионерских поездок остановилось и много работ миссионерских и церковных остановилась и для меня это тоже борьба против церкви мы там ждем каких-то гонений ну есть люди которые в церквах сидят и ждут гонений а вот и вы не заметили что гонения подкрались к нам очень заметно только не с той стороны с которой мы их ждали а вот и поэтому как бы для меня это очевидно и дополнительная борьба против бога окей не работает гомосексуализация всего мира не работает абортизация всего мира вот мы все равно заставим как бы людей чего-то бояться как бы чего-то непонятного уважать и вы знаете такое ощущение что мир сегодня стоит на пороге того что должен открыться как там сын погибели да вот человек который якобы принесет ответ на все эти вопросы что вот якобы все рушится все короче пришло в такое состояние что все дальше уже чуть ли не мир двигаться не может вот это очень такая подходящая для него ситуация чтобы он сейчас компонент сказал ребята вот я вас спасу а все что нужно было на самом деле и нужно сейчас это доверить хесту довериться богу тот который нас создал но естественно по причинам очень абсолютно понятно вот что опять же вот это вот гордость вавилонская которая сидит в нас вот она не дает нам возможности смириться под крепкую руку божию происходят все эти невнятные и непонятные вещи вот но действительно хочется сказать ребята не бойтесь господь с вами а вот не надо как бы приводить себя в состояние паники а вот а свои семьи своей церкви сегодня мы должны стать ответом для этого мира сегодня только от мы себе будем вести то что мы будем этим людям говорить это еще раз покажет им что все-таки они имеют очень ложную и очень скользкую надежда а мы имеем реальное и серьезное упование на господа и меня расстраивает только одно что не то что все все это вот происходит а то что вы действительно то что бог определил сегодня должно почему-то свернуться и быть в каком-то вот такому состоянии ожидание но дай бог как я уже сказал чтобы действительно мы смогли в этой ситуации правильно поступить правильно перестроиться и пронежать возвещать господа поэтому мир вам благодати здоровье друзья мои и упование на господа вот не надо ничего бояться а просто доверяйте любите иисуса и наслаждайтесь и ну все вот все же собственно я хотел сказать надеюсь что звук был надеюсь что вам было видно и понятно все вот и я надеюсь что я еще буду выходить в эфире потому что это достаточно серьезная тема и я понимаю что живем последнее время поэтому очень много интересных вещей будет происходить вот и я чувствую просто сердцем очень серьезно глубоко что я не смогу обойти эту ситуацию стороной для того чтобы наш боевой дух христианский не падал поэтому будьте благословен и церкви пока